Четворимбро, меня зовут Сергеонис и это потерянный эпизод Фиксико. Этот эпизод вышел в полночь на Хэллоуин. Это очень пугало. В то время я еще не спал и просматривал старанные видео в Ютуб. И мне пришло уведомление о серии Фиксико под названием Загадочная смерть Нолика. Я подумал, что это бред, но все же решил посмотреть. То, что я увидел, меня шокировало. Серия началась. Дим Димит стоял и смотрел в унитаз. Его тошнило уже третьи сутки, а Семька и Нолик только над этим смеялись. Дим Димит заплакал и сказал, чтобы Фиксики перестали с него смеяться. Но они начали еще сильнее. После этого Дим Димит сказал. Я проклинаю вас до конца в вашей никчемной жизни, что вы все сдохли. Ненавижу вас. По экрану пошли помехи. Фиксики стояли, ничего не понимали. Прошло пару дней. Все обиды были уже забыты. Дим Димит помирился с Фиксиками. Когда Дим Димит пошел в туалет, он увидел, что унитаз сломанный. И позвал Фиксиков на помощь. Фиксики сказали, что бачок сломанный и надо туда лезть. Но без Папуса не будут. И они побежали его звать. Папус начал чинить. А Семька и Нолик помогали ему это делать. Дим Димит шли с сухмылкой на лице на эту смотрел. Фиксики пригрозили, чтобы Дим Димит не смывал ничего. Иначе их смоют. И они пропадут навсегда. Как его блевотина. Дим Димит опять обиделся. И он убежал плакать. Его плач был страшный. Очень громкий и ужасный. После вытер с львы пошел к унитазу. Он нажал на курок. И Фиксиков смыло. Это был конец. Дим Димит стоял и злостно улыбаясь что-то говорил себе под нос. Это было похоже на... Я вас навсегда проклинаю. После этого Нолика, Семьку и Папуса никто не видел. Мася прибегала к Дим Димичу, спрашивала. Но он молчал. Никто ничего не знал, кроме Дим Димича. Это была загадочная смерть Нолика. На это все. Ставил бы Сергею Орис, поставил лайк тебе. Это всего-то 2 секунды. Мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео друзьям. Они будут в шоке и не смогут спать всю ночь. Я это точно знаю. И помни. Это всего лишь мое воображение.